добрый день сегодня у нас второй эфир продолжение работы с акрилом сегодня я хочу попробовать повторить сюжет написанный маслом вот такой вот сюжет с грушами очень нравится сегодня я буду вам показывать в горизонтальном направлении потому что у нас по вертикали совсем ничего не входит в прямом эфире я сегодня буду какой-то вот фрагмент пытаться акрилом воспроизвести в колорите какой нам способен дать наш скромный наборчик ну примерно здесь по колориту подходит тоже теплые желтые какие у нас были вчера немножко розоватые и немножко синие для погашения для темноты может быть даже используем здесь так скрытно в талагрин который будет работать там только для помощи получения вот таких вот темных красок и на этом все в открытом виде он нигде и конечно не проявится я буду использовать эту картинку для себя как референс скажем так буду делать с нее копию в акриловом варианте так сейчас немножко разложимся я буду работать на картончике сегодня картон с холстом я немножко конечно подготовилась в этом плане мне очень помог курс маши агарковой по акрилу для начинающих поэтому сегодня буду немножко более осмысленно работать у меня будет одноразовая палитра которую не надо будет мыть это первое второе мы будем работать выдавливая краски на увлажненную салфетку чего тоже я вчера не предусмотрела сделаем это сегодня и еще я хочу показать вчерашнюю выкраску потому что были вопросы какими высохли наши вчерашние выкрасы матовыми или глянцевыми так вот краски были нанесены на обычную акварельную бумагу по моему это было кстати рыбачка и они высохли по-разному вот некоторые цвета я сейчас вот так покажу некоторые высохли матовыми а некоторые глянцевые причем это не зависело сильно от толщины нанесения а зависело больше от того был ли примешан туда медиум мы использовали же вот этот хайви гель который позволяет делать плотные мазки вот как раз видно там где мазки у нас такие плотненькие с этим медиумом они глянцевые и даже те маски которые мы нанесли с этим медиумом не толстым слоем а достаточно тонко размазывали вот они получились глянцевыми некоторые цвета тоже обладают такой я бы сказала сатиновой глянцевостью то есть не супер блеск но видно что немножко поблескивает но некоторые вот сине-зеленые получились какие-то почти матовые с белилами просто с белилами без медиума тоже получились такие легкие такой сатиновый блеск местами с пятнами полностью матовыми такой неравномерный а вот с добавлением медиума мазок полностью получается равномерно и действительно вот этот хэви гель вот я сейчас трогаю абсолютно высохшая такая резиновая текстура плотная и объемного толстого мазка у нас получилось с добавлением этого медиума вот такой результат у нас на обычной бумаги холстик у нас немножко другой должен дать я думаю результат мы будем использовать вот этот же самый колорит который мы вчера разрабатывали ту же теплую желтую индийскую будем использовать синий ультрамарин в качестве синие вершины розового маженто в качестве розоватой красной единственной вершины какая у нас есть и фталогрин возможно но мне кажется он тут нам даже не обязательно вот этих трех цветов синего желтого этого красного мы создадим всю палитру теплых желтых которые нам для груш сегодня понадобится и через синий вот этот канальчик синий синий фиолетовый мы создадим все необходимые противоположные цвета для желтых желтый оранжевых и по идее этого должно хватить для работы цветом сегодня такая маленькая картонка насколько я знаю вы можете у себя отключить комментарии чтобы вам это не мешало я буду подстраиваться больше под верхнюю камеру на которая видно немножко захвать захвачена сейчас натура ну не натура образец из которого я буду заимствовать изображение так и сейчас я подготовлю наши цвета я решила кстати не использовать их сейчас на палитре палитра у меня как-то вся в ужасном состоянии после вчерашнего мне надо и будет заняться размочить и поэтому я буду использовать сегодня в качестве подложки под краски прямо вот свой стол и на него и буду краски выдавливать используя влажные салфетки как советовали мне вчера в прямом эфире и как рекомендуется бумажь агарковой агарковой на курсе про акрил для начинающих к там бумажная а я вот тканевые возьму и мы вынесем наши рабочие цвета из колорита сюда наверное пока в небольшом количестве понятия не имею сколько их пригодится надеюсь что немного а смешивать я уже буду на бумажной одноразовой палитре салфетки будут только брать так я сделала предварительную зарисовку тоненькой кисточкой вот у меня да винчи единичка синтетика легкую зарисовочку сделаю сразу акрилом груша сильно незамысловатая вот я смешаю сейчас желтый синий капельку розовой вместе и получу такой нейтрально коричневатый оттенок похожий на какую-нибудь сиену там или охру красную что-то такое вот таким коричневатым жидким контуром сейчас намечу работу повторять вы можете чем угодно конечно потому что сегодняшнее занятие она больше о цвете и я просто для себя с большим интересом тестирую акрил потому что акрил для меня новый материал на который я хочу перейти совмещая его с акварелью но мне к нему нужно конечно попривыкнуть понять его скорость высыхания понять сколько воды допустимо в него добавлять вот пока для меня это очень большой вопрос а сколько воды реально в него можно добавить чтобы эта вода не сильно разбавила его связующие не нарушила целостность вот это вот этой акриловой массы вязкой при том чтобы можно было совмещать как-то густые и жидкие техники и также очень нравится работа на холстиках но при этом меня очень конечно напрягает прям вот заставляет внутри как-то тратить ресурс это вот эта скорость высыхания акрила неимоверная когда уже на палитре все моментально схватывается ладно в работе это можно как-то перекрыть на палитре когда все схватывается я просто в панике что делать опять заново все замесы повторять поэтому сегодня я припасла от другого производителя амстердам акриловый замедлитель высыхания замедлитель высыхания для акрила он тоже есть кстати передвижники там как и golden так и амстердам 2 акриловые марки в большом ассортименте представлены поэтому для голдена я что-то не сообразила попросить фирменный а вот амстердам у меня есть посмотрим тоже насколько он будет замедлять вот я не знаю насколько это приблизит меня по процессу по комфортности к медленности масла пока что конечно масло для меня наиболее комфортный вариант боль более чем акварель и тем более акрил но моя цель почему я перешла в акрил и конечно маша этому во многом поспособствовала а потому что мне начали появляться идеи есть в 2 вещь которые очень люблю я люблю акварельные растеки на первых слоях вообще акварельные заливки акварельные градиенты массивный разлив цвета по бумаге и я также люблю в масле возможность по темному наложить сверху белильные светлые тона и вылепить форму плотными такими укрыстыми материалами и как вот это совместить любовь к нижним жидким слоям то что в принципе в масле примерно получается ну конечно не не так шикарно как в акварели на бумаге и как совместить вот эту лепку объема и маша мне конечно намекнула не тонко достаточно толстых когда обратилась к ней с этим вопросом что мне делать маслом по бумаге не порисуешь появляются плотные такие жирные пятна растекающиеся конечно маша не задала логичные вопросы почему таня не акрил да я пыталась там что-то с темперой нашла тому частякова где так примеры старых мастеров совмещения акварели с темперой темпера как более густой вариант но темпера обладает очень скудные палитры там есть тоже у нее свои сложности какие-то нанесения высыхания она тоже очень быстро сохнет но это такое за ним не очень гибкий материал для меня показался и я сосредоточилась на акриле и вот сейчас мне очень важно попробовать разные виды акрила медиумы посмотреть как они будут работать на холсте как они будут работать на бумаге и моя конечная цель совместить акварель с акрилом на бумаге на хорошем толстом хлопке я попробую сегодня вести работу от темного к светлому так как это делалось в масле кстати вот очень интересно что все уже контур у нас засох например в масле вот этот контур если бы я прописывала маслом он бы уже смазывался и я больше сверху наносила заливки какие-то он бы весь тек смывался сейчас я попробую сделать первый подмалевок плотный который будет плотный не плотный а темный который будет просвечивать потом местами в тенях из-под более светлых слоев и я для этого возьму большую кисть вот из тех что у меня есть двадцатка до винчи акриловая немножко водички пока я не уверена насколько я могу себе это позволить сколько водички я могу брать наверное даже не водички я возьму наверное и медиум возьму замедляющие высыхание пусть он будет лежать готовый может быть понадобится сейчас я хочу первый слой залить чтобы он побыстрее высох вот я не знаю надо мне чтобы он быстро высох или не надо мне чтобы он быстро высох но буду сейчас пытаться повторить вот этот вот сероватый подмалевочек фона он у меня был с таким зеленоватым оттенком насколько я помню мне кажется я даже из такого же колорита и работала у меня было тепло-желтое у меня был ультрамарин так как ничего близкого к лазурным синим здесь не было так и мне нужно найти вот этот баланс между синим желтым красным чтобы создать такой болотисто-серый оттенок конечно тут синего достаточно много палитра у меня одноразовая купила и кстати вот недавно в москве на фестивале в парке эрмитаж тема как раз встречались со всеми инстаграм ными девчонками вот от арт-креэйшен обычная одноразовая очень маленькая мне эта идея очень нравится что не надо потом будет мыть вот хорошенько растираю чтобы не осталось краски не смешанной кисточки вот цвета гасится очень предсказуемо правильно и закономерно то что я смешиваю делаю оранжевой гашу синим все очень хорошо смешивается не рассыпается например в акварели у меня бы сейчас этот ультрамарин уже высыпался в осадок причем так конкретно здесь нет так вот сейчас у меня начинаются такие метания вообще а что делать с водой вот насколько я могу сейчас себе позволить добавить воды чтобы это все более-менее как-то растеклось как у меня в масле оно текло на тройнике что я могу себе здесь из этого позволить вот в принципе наносится прозрачный первый слой подмалевочный я не буду всю картинку закрывать его только фрагментами фон захвачу где он не нужен этот передняя будет передний край плоскости на которой лежат фрукты хорошо затекает сеточку я закрываю сами фрукты здесь просто водичкой немножко растушу делаю такие выходы чтобы холстик чистый оставался перекрываю белая обычно даже вот там где светло я все равно избавляюсь от белого чтобы этот холст у нас не светил из-под цвета был такой вот плотненькой подложкой достаточно прикольно кстати высыхает вот с одной стороны это холст но есть ощущение что это прям акварель на бумаге видите такие мазочки масло с тройником конечно дает другой контур более такой размазанный размытый опять же зависит от техники просто мы на живописи например вообще сначала весь холст полностью смазывали тройником перекрывали и потом только по влажному тройнику наносили вот эти первые акварельные жидким маслом заливки так вот салфетка кстати ведет себя пока нормально вот краски влажные сильно пока не протекло но я думаю конечно столу моему не станет сегодня надо подложить какой-то пластик но я вообще сегодня так по-быстрому забежала вот показываю уже сохнет вот здесь уже высохла все закрепилась то есть можно наносить в принципе уже новые слои когда вот вот эти последние пятнышки подсохнут вот это конечно большой плюс для меня перед маслом что в принципе в той же практической технике можно работать но при этом не ждать между сеансами по 3-4 дня чтобы она закрепилась я работаю именно в этапном масле когда очень долго приходится ждать но я думаю сейчас мы можем уже потихоньку продолжить я не буду трогать фон пусть он досыхает я начну сразу по-быстрому работать над грушами потому что сегодня такой эфир демонстрационный я крупными пятнами постараюсь это решить потому что эта работа рисовалась очень долго я начинаю с теней вот что у меня в тенях находится здесь я постараюсь взять сейчас немножко медиума замедляющего высыхания замедляющего высыхания что у меня в тенях в тенях у меня желтый темный теплый погашенный то есть я сначала превращаю желтый в оранжеватый дав еще более оранжевый чем он был и добавляю синий чтобы его погасить но при этом в целом в доминирующем своем качестве он останется желтый оранжевым синий добавлен ровно настолько чтобы немножко сбавить яркость но сохранить основные свойства и я залепливаю полностью вот области теней там где этот тон проявлен пока не учитывая рефлексы какие-то там светлые тона я ищу что самое темное в моей груши какой цветовой группе относится этот оттенок какими свойствами насыщенностью он обладает 1 2 такая же по сорту но чуть-чуть сделаю немножко другой может бы сделаю чуть более желтой краска прозрачная особо кстати на смесь не влияет это плохо тогда я изменю ее наверное в чуть более грязную сторону что она будет более зеленоватой в тенях в целом та же цветовая группа очень схожи по свойствам эти две тени и я себе сразу обозначаю основные касания тональный свет с одной стороны груши и тень вот с другой с другого края груши можно немножко тут почище поярче поработать более оранжеватой пойти меняем температуру в целом держим тональность чтобы сделать плотные такие различия вот я вижу что моя груша в каких пределах светлая в каких пределах она темная вот здесь она еще будет темная вот здесь будет внутри ямка теневая вот здесь будет палочка более темная здесь тоже палочка будет у нас в тени падающие тени сразу сделаю на том же цвете но чуть похолоднее чтобы они различались и их тонально объединил собственной тенью чтобы было видно вот это одна общая тень вот она вот свет падает справа налево и вот эта тень началась там с теневого ребра груши и пошла на стол пока вот чтобы она цельно смотрелось все как единая проекция от света вот пошел свет вот здесь он пресекся верхушкой груши вот он пошел до плоскости со столом да и закончился вот в этом месте то же самое вот у этой груши справа тоже у нас есть падающая тень которая дополнительно тоже является темным пятном для света соседней левой и так они друг другу подчеркивают силуэт понемножечку столешница у нас написано таким более темным вот не знаю тоже насколько кстати вот я запаслась влажными салфетками не люблю мыть кисти ни в каких материалах и кстати не люблю мыть я их просто протираю пусть там внутри краска остается я работаю в основном кончиком а потом я в конце сеанса всю помою влажными салфетками промою так нормально кстати моется кисть вот здесь вот будет столик он такой теневой но чтобы показать что он теневой нам нужен свет это сейчас я сделаю вообще неправильно не этапно вводить белила но чтобы вам сразу показать отношения потому что эфир наш может прерваться вот буквально через полчаса мне уже надо будет просто вылетать поэтому я могу вообще не закончить даже близко эту работу поэтому я сейчас хочу разложить основные отношения света и теней и вот я возьму белила возьму немножко нашей желтенькой то превращу этот столик в освещенный теплый белильный но он должен быть светлее чем вот эта нижняя штука в масляной работе у меня тут множество оттенков очень много тут и бело-голубые белорозоватые бело-желтоватые и все это горизонтальная плоскость освещенная и вот если мы ее немножко наметим таким вот образом чтобы просто хотя бы у нас появился контраст появилась контрастное отношение немножко медиума добавлю замедляющего высыхания вдруг мне захочется что-нибудь тут еще сделать потом вот стараюсь по направлению опять же света по направлению плоскости наносить эти пятна и вот таким образом немножко подчеркиваем а сзади сейчас вот пока до сзади не дошли сделаем сначала вот так вот немножко спереди то есть покажем насколько свет на столе светлее чем все эти падающие тени влево и не буду сильно рассветляться потому что это уже удаление от источника света мне главное показать контраст вот освещенного столика вот с этой нижней затененной плоскостью вертикального плана а вот тут вот в касании груши с фоном у нас наоборот свет на груши светлее чем фон то здесь груша темнее чем стол здесь вот она будет светлее тут можно поработать конечно вариациями уже но не то чтобы можно а нужно действительно влажная салфетка помогает краскам вниз не высыхать я что-нибудь вообще с этим придумал мне надо подумать как это сделать еще удобнее интереснее так я сразу основные отношения положу вот у меня будет свет на груши с этой стороны он светлее чем фон он конечно светлее чем тень соседней темной груши я намечают эти границы основные света и тени но пока сильно не леплю в принципе правильно я думаю лепить но я щас не леплю форму то есть я как-то рублена просто накладываю средних тонов видите пока нет только свет и тень средний тон фоне пытается проявиться на в грушах пока его нет это поэтапности мне кажется вообще неправильно я работаю от темного обычно к средним и потом только белила мы сегодня хочется чтобы успели увидеть наглядность раскладки по свету насколько мы можем вот этот средненький фончик ну тон точнее фона использовать как вот такое нечто более светло для теней чтобы тени хорошо выделились на фоне и более темное для света чтобы свет у нас хорошо выделился вот сейчас как раз самое интересное вот большие отношения разложила пока они у нас не прописаны не проработаны средние тона как у нас в акриле лягут средние тона потому что это пошел второй слой это самое интересное что у нас будет происходить во втором слое насколько вообще она будет видно будет ли это просвечивать учитывая что наша желтая такая прям вся прозрачная очень прозрачная так мне нужен оранжевый цвет то есть я мешаю исходный спектральный условно спектральный то что мы проходили во вчерашнем эфире условно спектральный то есть из моего колорита самое чисто оранжевого что может получиться ну что-то что я смешаю из желтой с моей розовой и дальше из этого цвета я буду выходить в другие свойства этого цвета вот пока без белил без всего что представляет собой мой вот этот рыжий цвет вот что-то такое наносим допустим пробуем слишком красная то есть розовая маджента сама по себе достаточно активная краска поэтому чтобы желтую сделать оранжевой достаточно этой мадженты совсем чуть-чуть поэтому я не полоская кисть этой же такой вот оранжевой краской влезаю в новое количество желтой и смотрю вот это больше похоже на что-то оранжевое и вот я пытаюсь сейчас какие-то средние тона насыщенные такие горячие положить здесь в ямочке будет что-то такое с белилами всегда успеется белила это наш окончательный финиш и спаситель мы имею сделаем все что нельзя сделать без белил перекроем дополнительной белильной титановой этой плотностью какие-то вот такие вещи но сейчас я пытаюсь сделать то что еще возможно без белил добавить это теплые касания вот между предметом и тенями так теперь нам можно наверное все таки белила подключать потихонечку пытаюсь вот с медиумом да вот еще не засохла здесь нормально что мы можем сделать уже чуть-чуть с белилами какие-то более плавные переходы кстати я наверное уменьшусь в кисточке а так я ведерко себе завела тут такое немножко на донышке воды чтобы туда кисть ставить чтобы она не сохла если я хочу резко бросить но чтобы при этом выше вот этого железного череночка чтобы кисть вода не поднималась сейчас возьму поменьше одну кисточку такая плоская синтетика да винчи номер 6 в воде смою и первый этот фабричный слой клеевой и вот уже отсюда возьмем чем тут намешали и будем средние тона пролепливать вот я вижу что нижний слой белильный вот он вроде бы лежит но он уже сильно не вмешивается все-таки ощущается какая-то вот эта разница что оранжевый вроде бы уже начал подсыхать и он такими соплями как-то начинает подтягиваться поэтому я думаю что все-таки надо ждать до конца этапность она везде из технической точки зрения ведет нас к более чистым цветам даже вот в техническом плане конечно хорошо бы подождать и вот сейчас мы будем избавляться вот от этих резких переходов добавлять больше цвета между тенями в рефлексы между тенями и светом в рефлексы добавлять больше цвета избавляться от такого темного где его нет в масле это очень легко и удачно все получается в акриле для меня пока вообще эксперимент он не даст или не даст это сделать я также держу в голове что общий светлотный тон предмета светлый груша светло-желтая поэтому сильно темных теней здесь особо не откуда получить нам и среда окружающая достаточно светлая поэтому сейчас всю эту темноту мы наберем новыми слоями я надеюсь то есть я пока не знаю как вообще акрил себя ведет в этом плане вот вроде бы с белилами возможно получается сделать укрывистые слои сейчас мы заодно вылепим этот контур форму груши уже белого тут быть не может а то с чистыми белилами мы тут не работаем так как груша сама по себе не белая поэтому даже в области блика она будет иметь там минимальный процент но собственного цвета будет конечно иметь наверное не хват не хватает мне желтого по насыщенности вот тот желтый какой здесь есть этот индийский все-таки какой-то вот кадми напрашивается поэтому до оригинала я чувствую я не дотяну по желтизне по яркости но вот в своей гамме такой более теплый желтый конечно получится сейчас пытаюсь пролепить вот этот средний тон ну собственно это переход уже в теневое ребро просто на груша она при таком освещении рассеянном не очень будет темная какое-то выдающаяся но потемнее чем свет так и начинаем набирать этот желтый насыщенный в тени горящий такой рефлекс от стола но он не может быть по светлоте равен или светлее области света поэтому тоже следим то что в тени кажется очень светлым и насыщенным всегда сравниваем реально с областью света чтобы он не перебивал область света это он в тени с грязными темными цветами кажется светлым ярким потихонечку набираем есть некая прозрачность поэтому хорошо работает нижняя прослойка с темного подмалевка не дающая сейчас в тени светлому холсту сильно светить из-за нашего подмалевка темного в открытом виде может быть останется только вот эта ямочка углубления хвостик так называемый здесь вот мне начинают видеться какие-то фиолетоватые вообще вещи они мне и тогда виделись когда маслом рисовала в касании вот это окружение среды мутный погашенный фиолетовый плюс желтый плюс белила в касании со средой окружающей он такой прям оттенок глиловый какой-то воздух отраженный что ли в тенях и держим вот этот общий светлотный тон в тени в целом тут все будет в средних до либо в темно средних тонах по тональной шкале даже если тут есть рефлексы какие-то они все равно будут обобщены неким теневым диапазоном нам и касание со светлой частью груши подсказывает насколько мы можем здесь светло работать не должны мы приближаться к области света тонально она должна все равно быть светлее так ну вот эта штука у нас тут уже подсохла первый замес подмалевок которые делали без медиума если хочется оранжевый превратить более в коричневатый погасить его добавляем немножко синий ультрамарин вот он у нас начинает превращаться в зеленоватый если слишком зелено добавляем немножко больше красноватого компонента и цвет снова превращается в коричневатый образом немножко тут лепим лепим такая разноцветная всякая разная тенюшка у нас получается это пока вот такая основная закладка цвета объема дальше можно уточнять я думаю уточнить можно бесконечно учитывая что достаточно быстро сохнут слои хотелось бы конечно их полностью просушить для начала а потом уже заниматься уточнениями каким-то реализмом в принципе я вижу что в акриле можно прозрачность регулировать даже если краска не прозрачная можно сделать прозрачные лессировками прекрасно набирать этот объем конечно же сразу можно положить падающую тень и вот фон был нанесен с медиумом замедляющим высыхание и он сейчас реально влажный рабочий как масло вот здесь вот ничего не высохло вот это мне уже начинает понемножку нравится значит есть возможности в палитре сделать замесы которые бы не высыхали сильно быстро сделала такой вот в касании более плотненький намек чем ближе предмет касается к плоскости там тень будет по выразительное по выразительное потемнее сделаю розовый с синим ультрамарином смешаю плотно получу густой фиолетовый его смешаю с капелькой моего оранжевого и получаю такой вот темный 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 цвет еще чуть-чуть синего чернушка вот такая коричневатая к этому на я получилась вот она у меня сразу вот в акцентные темные пятна палочек пойдут так как вот у нас демонстрация такая скоростная по световому такому решению можно сразу эти акценты проставить ну и вот здесь кстати тоже будет такая маленькая жопка так вот еще вот эта игрушка осталось как-то хочется большую кисть но хочется круглую эти все квадратные а я люблю круглые вот из круглых у меня есть пенакс две штуки вот эту я запорола не промыла вовремя но она водорастворимом масле если и отмочить она снова станет мягкой вот это еще жива это вот пенакс классика синтетика 217 серия я вот их очень люблю для масла и просто вот размер очень подходит именно сейчас 10 и овальная я люблю овальные для лепки вот таких вот плоских ой объемных круглых округлых всяких фруктов там вазы такое все кстати по ощущениям на масло очень похоже кто работает в тонких лессировочках маслом кто втирает краску таким вот тонким слоем ощущение очень схожие потому что вот этот акрил он прям такой густой тактильно прикольный когда работаешь он так наносится как масло сохнет вообще просто сумасшедший сумасшедшая скорость высыхания мне к таким скоростям надо привыкать но вот либо не привыкать и медиум использовать если мне не требуется акварель я думаю я буду все равно продолжать работать маслом опять же водорастворимым потому что мне нравится что после него кисти легко отмывать палитра смывается в принципе вот как гуашевые краски смываешь так вот и она смывается можно обойтись просто мылом без всяких растворителей без всего этого быстрее все это выходит от рук легко смывается акрил вот он такой для нового моего какого-то этапа начали в голову приходить эти идеи по совмещению техник все что я люблю все что люблю в масле все что люблю в акварели так это хочется совместить здесь имитацией и масло и акварели как раз работает отлично акрил но его надо безусловно изучать надо с ним знакомиться вот чем я занимаюсь сейчас с вами вместе одновременно тоже пока очень мало я про него знаю вот хочу сказать что работает достаточно комфортно мне нравится что он закрепляется вот с одной стороны мешает что он быстро высыхает мне это мешает даже вот не на холсте мне это мешает мне это в палитре мешает что мой замес который обычная замес и в акварели в массе я использую до последнего то есть вот это грязная лужа там получится основная грязь которая у меня во все пойдет она у меня все уже сухая я уже работать не не могу надо снова и замешивать вот это меня очень сильно напрягает и для этого конечно буду использовать медиумы замедляющие высыхание то что на работе высыхает все очень быстро мне больше нравится чем вызывает какие-то помехи потому что можно работать одновременно светом тенью чем угодно нарушая порядок этапности и при этом у меня не будут мои средние и насыщенные средние и насыщенные тона темные погашенные тона они не будут путаться с белилами в слоях как это происходит в масле это вот основное то что мне не нравится но это может быть воздействие максименко конечно очень сильно на меня что не нужно нам смешивать в одних слоях сразу и белила и теневые замесы и насыщенные сочные краски потому что белила особенно если мы кисти не сменяем до для белил и для других цветов по отдельности белила начинает проникать постепенно во все замеса работа получается мыльная поэтому в масле мы всегда на практике этапность чередовали белилами работали в самую последнюю очередь когда все темные насыщенные краски уже нанесены и высушены вот тогда конечно все это супер будет а в акриле получать я могу работать и белилами и насыщенными красками и темными и она моментально тут все у меня под закрепляется конечно вот с медиумом надо понять где вот его мне в работу наносить где нет это тоже отчасти зависит конечно от стратегии от планирования ведения работы какое пятно служит самым первичным и его желательно побыстрее закрыть засушить и по нему уже работать а какие пятна будут требовать долгой проработки их уже использовать с медиумом в конце концов замешать повторно цвет в принципе особо ничего не стоит время только немножко тратится но если знаешь алгоритм погашение цвета изменение его по свойствам это достаточно точно воспроизводится снова вот те кто смешивает цвета хаотично не понимаю что они делают конечно для них будет проблема заново делать смеси но это будет проблема в любом материале они только в акриле мои ребята с курса за полгода в принципе уже научились не задумываясь о том как называются цвета которые они смешивают не знаю особых названий они просто понимают как получить тот оттенок какой тебе нужен какой ты помнишь в голове и какой там был у тебя на работе этот навык необходимо конечно отрабатывать а для этого нужно понимать свойства цвета поэтому я когда делаю замеса я иногда вслух и говорю вот мне нужен там темный погашенный холодный не нужен там светлый насыщен теплый еще что-то такое так что там не предлагаете что палитру тоже да можно сделать влажную салфеточка но надо попробовать поэтому вот я больше за тканевые чтобы если на ней смешивать чтобы от нее эти волокна бумажные не отваливались в кисточку чтобы все это не залипало так можно немножко поработать над тенями тут как раз вот мне пригодится какая-нибудь остренькая кисть круглая острая какая-то любая удобная просто по размеру чтобы там не лилипутские мазочки рисовать так по серьезному сейчас мы сделаем что-то вот такое да в тенях у меня разнообразная там такие теплые фиолетоватый красный коричневатые всякие штуки я возьму синий я возьму розовый то есть создам сначала приближенный к спектру цвет близкий по цветовой группе какой мне нужен а потом буду менять его свойства то сделать его более теплым тому более погашен более теплым через розоватый в данном случае более погашенным через желтоватый и и начну уже тоже делать какие-то тональные акценты которые мне нужны вот например насколько у своего основания падающая тень будет темнее чем собственная кстати интересно здесь взять вторую кисть такую немножко увлажненную может быть даже медиумом для гладкости чтобы растушевывать край делать такую растяжку не знаю кстати насколько как это правильно тоже грамотно делается через воду через медиум заранее все смочить каким-то медиумом и потом уже наносить акрил тоже буду подстраиваться под материал постепенно привыкать к нему вот сразу такие финальные как бы темная какая он какой меня темный предел в моей работе если общий светлотный тон картинки в целом светлый насколько темно я могу позволить себе сделать вот эти темные касания например в касании со столом или вот здесь вот ямка у меня ямка кстати такая красноватая то есть не везде один и тот же темный цвет шлепаем это конечно большая была бы ошибка на предметах изначально разного материала и цвета делать а темные пятна 1 замеса поэтому здесь будет чуть красноватая такое углубление а вот эта палочка достаточно темная но кстати палочки несмотря на то что они чаще всего выглядят как черные надо тоже помнить что она одной своей стороной находится в тени а другой своей стороной находится все-таки на свету поэтому хоть палочки как бы визуально хочется замазать сразу черным мы на свету сделаем ее немножко с белилами немножко такую прохладную тоже сиреневатую раз мы поддерживаем эту фиолетовую голубоватую идею при эту палочку эту свету сделала немножко такую светлую а здесь сохраняется коричневатой светлой с первого самого слоя поэтому мне сейчас даже свет не надо вам рисовать тем более у нас такая быстрая каляка сегодня и здесь вот есть кусочек интересный фона он такой маленький светящийся но очень круто разделяет нам вот эту зону он светлее чем свет на груши потому что столик в целом весь светлее чем свет на груши и он делает нам вот тут такой маленький светящийся такой вот просвечивающий фрагментик его немножечко тоже еще затушу чтобы не было резкой границы дали у дальней границы тени которая дальше от нас так сильно в глаза не рвалось но немножко белилами я все-таки усилю например так чтобы что-то усилить белилами надо сначала мыть кисточку вот немножко я белилами усилию области света вот ближе в сторону к источнику света здесь вот ближе к палочке можно что-то там подбелить и в случае с маслом например я я рассчитываю нанесение краски с учетом что нижний слой если он влажный сейчас начнет вмешиваться например беря чистые белила я в итоге получаю какой-то сложный все равно оттенок нижний слой начинает в масло трогаться а здесь он у меня уже закрепился несмотря на медленно сохнущий медиум сейчас вот эта краска стала более такой вязкой да но она еще липкая она не полностью высохла но она уже такая то есть не сильно впутывается и получается я беру белила они у меня прям вот чистыми белилами мажутся это конечно не про живопись это не супер интересно но вот я сейчас просто на эксперименте этот момент замечаю поэтому конечно в акриле нужно планировать замес чистового цвета понимать что нижний цвет будет воздействовать на верхнюю лессировку исключительно просвечиванием а не смешиванием потому что все уже закрепилась и вот здесь сейчас у меня белила как-то светловато смотрится но в принципе так с нижнего слоя что-то там немножко просвечивает не сильно в общем позорно получилось нормально немножко можно проставить усилить какие-то вот световые явления типа бликов которые на матовом материале будут такие более рассеянные до каких-то жестких не будет пятен немножко лессировочно с медиумом желтого добавлю вот здесь вот в размытие желтый у нас вообще как карамелька работает очень сложная плотность какую-то задать только совместно с белилами он согласен что-то такое сделать сам по себе нет надо посмотреть другие тоже желтые в линейке какие есть укрывистые может быть из обычных традиционных какой-нибудь желтый кадми потому что легче из плотного обычного желтого сделать вот подобный теплый желтый просто добавь красного и все чем вот из такого прозрачного желтого пытаться сделать плотные какие-то желтые пятна вот здесь я немножко сейчас попытаюсь рассеять вот эти тени которые у нас достаточно плотный и сейчас лишились собственного какого-то цвета желтоватого сильно много темноты можно немного нарастить рефлексы подсветочка от стола этом цвет немножко вот как бы втираю растирая чтобы он не лег сильно светло немножко разнесем водой тут тоже вот такой вопросик а вот если я водой делаю все равно же от воды акрил немножко с места трогается но он не смывается как акварель но он начинает немножко деформироваться пытается скукожица отлипнуть вот насколько это допустимо вторыми слоями растушевывать как это в акварели бы я например сделала ну или как в масле бы я сделала по просохшему слою такой интересный материал определенно вот он мне очень нравится и посмотрите насколько акварельный фон абсолютно акварельный может быть как раз вот этой акварельной штукой можно сейчас усилить немножко передний план напоминаю что мы его слепили из всего что было желтый синий красный наши основные цвета вот мы их смешиваем вот у нас получается какая-то такая штука и вот здесь я хочу фиолетового что-то мне хочется чуть-чуть розоватого добавить и вот этот передний план хочется усилить но тоже вот через акварельное такое нанесение очень прозрачно раз вот такая контрастность хорошая добавилась было было нюансное различие между фоном и ну вот передним планом да и столиком стало контрастное различие так я считала что если разбавлять акрил водой то он потом темнеет а если медиумом то нет вот да я тоже вот маша мне говорила не надо акрил водой разбавлять это его разрушает поэтому можно найти просто медиум там есть тоже у разных производителей есть матовые глянцевые вот у голдена тоже есть большие банки этих медиумов вот есть хэви медиум вот у нас пробник такой он делает мазок толстым а есть нейтральный он не делает его не толстым не тонким он просто действительно работает как вот что-то жиденькая да когда хочется акварельно поработать поэтому я только за то чтобы работать специальными медиумами для материалов безусловно как в масле так и в акриле для вода даже вот масло водорастворимое где-то там в аннотациях пишется что в принципе можно его разбавлять водой и можно им работать но я маслом водорастворимым и его вообще водой не разбавляю я использую воду только чтобы помыть вот и все а так я пользуюсь жидкими медиумами здесь у нас конечно тень просит как-то вот растушеваться немножко что-то быть не такой резкой но уже у нас нет к сожалению на нее время сегодня да можно взять другую форму акрила там у того же амстердама есть жидкие такие чернила до акриловая не называются тоже там много чего прикольного можно с ними сделать я думаю что все можно совмещать и плотные жидкий и возможно вообще в конце концов я так варили откажусь когда-нибудь и устрою большую распродажу всех своих тюбиков начатых и новых но акрил это вообще конечно вещь вот немножко порисовали вот столько кайфа я прям не знаю у меня всего вот час времени мне надо сейчас домой уже ехать срочно не они отпускать а мне не хочется куда уезжать мне нравится вот этот густой акрил я вот от него прям тащусь здесь тоже можно так вот намеками до начать уточнение что фончик будет на заднем плане не везде равномерно средний где-то нам выгодно чтобы он был и чуть чуть более светлый вот например акцентирование теневых сторон груш нам вполне себе выгодно добавить и более светлые какие-то там пятна тоже проработки можно это учитывать ну как резюме вот я думаю что сегодня можно закончить эту зарисовочку уточнять еще можно долго конечно вот то что мы успели сделать за часок мне кажется это очень круто потому что вот с такой скоростью высыхания моментально закрепляются слои моментально закрепляются мазочки палитра таким образом сейчас у меня выглядит вот немножко медиума еще тут растекается но тут то куда он не был добавлено но осталось у нас ну то есть моментально наоборот стало сухое да вот она полностью закрепилась те смеси которые на медиуме были замешаны они посмотрите жидкие до сих пор хотя это самого начала вроде бы была у нас заливочка сам по себе вот этот медиум он очень похож по ощущениям на масло вот я его трогал такой жирный какой-то я даже не знаю с чем сравнить какой-то косметическое масло какой-то похож поэтому то он не сохнет прикольный вообще есть ощущение вот вместе с ним если соединить еще вот с этим хэви гелем глянцевым получается если соединить вот этот замедлитель высыхания плюс более плотный гель объемный добавить получается полная имитация масла с очень длительным высыханием опять же я буду с радостью комбинировать первые вот эти грязальные заливки такие акварельные без замедлителя высыхания чтобы они побыстрее конечно закреплялись предварительный рисунок под холстики тоже можно рисовать акрилом причем мне нравится что акрила можно и под масло рисовать эти предварительные рисунки они моментально очертания контуры будут высыхать это тоже вообще супер достоинство классно и дальше что мы можем сделать нанесли все что высохло сделали новые замесы можно делать замесы без хэви геля на там пи на первых этапах до первые слои какие-то более гладкие а на финишных этапах если вы любите пастозность уже на финише добавлять можно уже добавить ко всему этому хэви гель в принципе без замедлителя высыхания и уже нанести какие-то этапные фактурные вещи но я я просто не люблю я люблю вот когда все очень гладко ровненько вот но в принципе я его способности заценила он у меня в амстердаме есть тоже большая банка этого экстра хэви геля я думаю как нибудь тоже попользуюсь но мне нравится что он вот такой высыхает и в отличие от масла моментально весь сухой вот например этот акрил высох так что его можно гнуть его можно загибать можно заворачивать работу в рулон он не трескается он абсолютно резиновый силиконовый случае с маслом когда я использовала на пленэре где-то плотные такие мазки конечно внутри себя они очень долго еще остаются влажными даже если сверху не пролипает там за месяца два подсохла сверху но внутри я вскопска вырыт вскрыли вала свои работы внутри они жидкие до масло там еще такое вязкой липкой пачкающиеся вот поэтому такой вот у меня обзорчик скомканный вчера сегодня ограниченный колорит вот поэтому ограниченному колоритом игрушки на махали тут всего вот из трех сегодня у нас красок получилось вот индийская желтая мадженто розовое ультрамарин вот такие вот штучки и белила безусловно из этой серии титановые кстати вот белила они тоже обладают немножко глянцевой такой природой но в принципе все тут краски такие более-менее глянцеватые более-менее сатиновые и и с белилами я почему-то было такое предварительная уверенность была что с белилами будут замесы об точно матовыми но на самом деле они на матовость здесь не влияют на матовость или глянцевость влияет добавление медиума матового или глянцевого для замеса что все это равномерно смотрелось я думаю также можно сильно не париться если работаем в гладкой технике вот с водой то что я наносила у меня получилось матовое то что я чистыми красками или вот с медиумом замедляющим высыхания хотя он ну тут нет маркировки что он глянцевый да еще какой-то он не должен влиять в общем то что красками нанесено в принципе как и на палитре вот у нас просто краски без медиумов даже что нанесено оно такое блестящее потому что еще мокрая либо блестящих потому что такое сатиновое и в принципе вполне нормально я думаю это более правильное решение если не хочется использовать все время какие-то медиумы просто взять и покрыть все это дело лаком и будет равномерное покрытие причем лаки тоже есть и матовые сатиновые и глянцевый лак можно использовать я думаю любой есть лаки для акрила есть покрывные лаки в принципе ну таки тоже микс медиа могут называться там и масло и акрил можно покрывать у того же телонса хорошая линейка в баллонах вот у голдена не знаю надо посмотреть что они предлагают как-то по финише для покрытия работ но в общем мне понравилось здесь прям такая акварель получилось классная здесь акварель хотя холстик обычно обычный холст на картоне и так прикольно ну вот ну дальше можно уточнять в этом его тоже убедилась что слои в принципе перекрываются сколько угодно можно перекрывать можно полностью перейдут это тени щас вижу что ужасно кривая и конечно на полости переписать сменить немножко направление и движения записать вписать в среду мягкими контурами эту тенюшку можно поработать безусловно над ее цветом если у нас получается полностью под малевок